Другого красавика, витаю с подарства! На переде новины Беларуси и замежу объективе С вами Кирилл Смягликов и ускороцепра Самые важные темы дня Четыре охвяры коронавируса в Беларуси Карантина у стяжняма Франция и Испания ставят сумные рекорды по колькости загинулых По Европе едут санитарные техники Мы постановили принять невеликую колькость пациентов Кап хоть трохи полегче сяжар наших суседев День яднанья Беларуси и России Настолько можно провалиться беларусской экономикой Початься такие тут кепские процессы Что межволи, как любить казать Лукашенко Довядиться на коленях по всему Москву Четыре смиротные охвяры, 256 человек на ликовании И 46 поправилися Пасля трохдённых и перепынку Министерство оховы здоровья Дало новую статистику Распаусюду ковид-19 Украине Али информации, як и державных заходов Дагэтуль недостаткова Ирина Дарафичук Для суседних краинов, як и для большасти краинов Европы Такая ранешняя картинка у Менску Цепер немахчимая Батьки ведут с деток у садок Побач садок номер 398 Учора яго закрыли Паводли батьков у одной из працавниц Подозраюць коронавірусную инфекцию Гэтыш, 399-ый, працюе як звычайна Ребёнка боюсь везти в сады, не боюсь На работу мне нужно идти Все работают, нас никто никуда не закрывает Никто никуда не отпускает У нас в группе 7 деток Ну-ка, вот пока ещё будем ходить Хотелось бы, конечно, чтобы больше, может быть, информации Но надеемся на лучшее всё это Миновита про заотсутность пелной информации Вокол ситуации с коронавирусом Узникают чутки Не подтвердились озвездки про смерти от COVID-19 в Пинску Нема подтверждений и того, что небыто на карантин Закрыли академию милиции в Менску Али ситуация у больницах напруженная Поведами убил сату на умовах анонимности Доктор с худкой допомоги Много пациентов с пневмониями Но, опять-таки, со слов врачей, которые работают в пациенаре Им просто физически не дают возможность провести тест на COVID-19 По одной простой причине Пациенты недостаточной степени тяжелые То есть у нас учитывается пациент Ну, то есть проводится тестирование у крайне тяжелых пациентов В основном, либо контактных групп Карантинных обмежеваний у Беларуси не увяли И эпидемичного стану не обвещают Алиурат передал керовник Украины комплекс заходов Деля подпрымания бизнесу и насильництва в умовах пандемии На заходы плануют накеровать 110 миллионов рублей Поднимите головки, посмотрите на доску Шматые установы фактично принимают карантинные заходы Обмежевывают наведывания и переходят в онлайн Приватная школа Стембридж у Менску На дистанционное навучание перейшла еще на минулом тыдне Заручившись под триманием батьков своих вучнев Посчитав, что здоровье все-таки это первое, что мы должны сохранить в детях Мы пошли на этот эксперимент И практически одни из первых в стране пошли на то, чтобы обучать детей дистанционно Информование грамадянов и притягнение уваги до проблемы эпидемии Стали метой акции «Руху за свободу» Активисты раздали в центре Менску медичные маски, антисептики и дулетки про коронавирус Некольки сотень масок и полсотни антисептиков разошлись литерально за 10 хвилинов, подкресливая политик Положительно очень, обошла пять аптек, ни в одной, ни масок, ни парацетамол, ничего нету Очень много студентов волнуется, потому что мы не знаем, что делать, ехать домой, волноваться Или это просто какая-то шутка, и многие смеются друг над другом из-за этого Но я не знаю, как это объяснить, поэтому вот эта акция как бы показывает, что это все серьезное Кировник же краины по раннейшему сменшает значность проблемы расповсюду коронавируса в Беларуси У интервью телекомпании «Мир» Лукашенко черговый раз назвал коронавирус психозом и варьятством И запевнил, что строгие заходы только пагоршат ситуацию При этом Министерство Аховы Здоровья дало статистику относно к коронавируса только после того, как новую колькасть померлых ахучил кировник краины Коронавирус протягиваем забирать житти по всей планете Колькость Ахвяра все ближее до отзнаки у 50 тысяч А лик инфикованных уже омаль миллион человек Сусветная организация здоровья бьет на бат праз высокую смертность У сумным рейтингу у лидерах по раннейшему Европе и США А китайский Ухань, где все началось, поступово вертается до життя Виталь Бабин Еще некальки непрацованных тыдняв Жихары России застанутся у режиме самоизоляции до конца Красавика Разглядается навод пытание пероносу параду Перамогина В осень обоеву проведение без глядачу, поведомляет РБК Тем часам у Франции протягивается одна з найбуйнейших в истории краины эвакуаций Оз допомогой санитарных техников Хворых вязуть не только у меньш закранутой инфекцией регионы Аля и у соседнюю Немеччину Чому так отбывается, да и ци связанных это за отсутностью подрыхтованности Або отсутность умогчимостей у французских специалистов я не могу сказать Аля у нас усе еще есть вольные месцы Тому мы постановили принять невеликую колькость пациентов Каб хоть строги полегчить сяжар наших соседев За пошние сотни у Франции да Испании зарегистровали Наибольший за усю пандемию лик смертел 509 и 860 ахверовотповедно А вось у Италии показники смиротности крыху упали За сирадутом зафиксовали крыху больше за 700 померлых Эта самая низкая личба за пошние некольки джон Мы трымаем тесный контакт с медиками Уводящий послаблений вельми поступово Коли минавитое не будут целком знятое Я сказать не могу Али у любым выпадку карантин Дея на усею территорию краины До 13-го красавика уключна А вось в Аухане Жорсткие обмежевания уже сняли На улицах шмат миллионного китайского городу Откуда властная и походить коронавирусная инфекция На ресте з'являются люди Открываются крамы и цырульни Житьё с гаражей ежей Разом з'иншими минаками Гэта так неазвыкла Больше за два месяца я был под замком Ця пержа я могу з'есть локшину на улице Неверогодно Официйные личбы об колькости захварылых И по мерлыху Китай А гэта крыху больше за 80 тысяч зараженных И каля 3200 загинулых отповедно Подвергаліся сумневу ираней Ця пержа, як стверджа агентства Блумберг У американской выветки Ёсь подтверджаные факты того, што Увесь гэтый час Кулады поднябесной Занижали известки про масштаб эпидемии Украине Дзе живутся маль паутара миллиарда чалавек Юталь Бабин, Белсад Прадавцы у масках, антисептики на уваходах и разделяльные полосы У сувязи з имкливым распаусюдам вируса, крамам и гандлёвым кропкам Рэкамендавалі увесьте шэрах профилактичных заходов Про трансформацию гандлёв складанной эпидемиологичной ситуации Наста Каханович Одныя з самых масовых мест ускоплення людей – гэта рынки Одзин з найбуйнейших зіх – столичный рынок Камаровка Як тут змінилась і ситуація у сувязі з коронавірусам? Давайте поглядзім Одразу на уваході висіть дозатор з антисептиком Їх жамають і шмат які продавці А наведників істотно помінила Люди бояться заходить на Камаровку Некоторі покупатели, постоянні клиенти просять, щоб ми вынесли Звесили туда-сюда і вынесли їм на уліцу сало, допустим, кусочек Немного покупателей стало менше Більшінство приходит в масках Ми самі тож перчатки одеваємо На сезонному ринку людей крыху болі Адміністрація порекомендовала продавцам садовини і Городнину У метах безпеки не дозволять покупникам набирать товар самостойно Либо люди ходять в перчатках, тогда выбирайте Либо я говорю, що у мене перчатки, я положу, вы посмотрите Где-то через пакет стараются, где-то со своими перчатками уже приходят Но кто без перчаток, як правило, я не разрешаю Моем руки, принимаем, вот у нас средства есть Обрабатываем стол, в перчатках работаем Так что мы как-то защищены А те бояться люди приходить на рынок Ну и я только на открытый, яблочек хочется вкусненьких Мунітет у меня крепкий, все хорошо, я занимаюсь спортом Правильное питание, так что мне не страшно Вот взяла тележку, чтобы уже набрать и уже больше не хотеть У столичных крамах и супермаркетах гэтак сама весять антисептики И обвестки с просьбой утрыматься далей одно от одного Увести гэтки и заходы рекомендовал Менгар выконкам У отделах обслугования, где сбираются черги Мы попросили нанести разделяльные полосы и наклеять обвестки Уветь гэндаль зацикавлены у тым, как выконвать профилактичные заходы И минимизовать ризыки Працовники шмат яких крама уносят маски А у крамах буйного гэндлёва сетки грын развесили одноразовые пальчатки Теперь там у всех либо булочные выробы продают особенно запакованными Наста Каханович, Белсад Лукашенко и Путин обменялись телеграмами З нагоды дня яднания народов Беларуси и России Однако урачистостей на самом высоком узровне баки адмянили праскаронавирус Только пакуль не адменены намер далей будавать союзную державу Лукашенко у телеграме отзначу, что сегодня Беларуси и Россия Знаходится для самой мяжи нового этапа объединения Вольга Старостина высветляла, что нас может чекать далей Уже 24 года, как последняя смеху, наступает День яднания народов России и Беларуси Первого красавика беларусы посмеяться не забывают А другого красавика не усим до смеху Это какой-то кошмар, мне кажется, что это ни к чему хорошему не приведет Да, я думаю, ничего хорошего Я не хочу по этому поводу говорить, потому что я несколько побаиваюсь вооружать свое мнение Объединяться в плане в одно государство, конечно, нет Незалежность – это есть незалежность И когда ее стратишь, уже вернуть назад тяжко Есть и супротлеглое меркование Славянские национальности должны объединяться Это ж козе понятно Союз заключен, поэтому, ну а что Я не разделяю беларусский и русский народ Поэтому все правильно Нужно объединиться с Россией Потому что банально наше экономическое положение улучшится Не самые лепшие экономичные часы переживает теперь Россия Обесценивается российский рубиль, на поднимание кого выдатковали уже 30 миллиардов долларов А это больше за годовой бюджет нашей краины Обрынулися кошты на нафту, одно из главных крынец доходов России И черное золото нема кому сбывать Але что одному кепска, іншому добра Гэтак премьер Беларуси похвалился, что у красавика мы будем куплять российскую нафту от 4 долларов за баррель Але не в забаве российский бок, а студзиу запал беларуских уродовцев Коли будуть пропонову по таких ценах, значить можно буде закупить Але коли таких часов у рынковых не наступить И навод коли наступять, але будуть отсутничать пропонова, тады закупить не отримается Хоть Россия и мает тяжкости, але назначные соступки Беларуси може не пойти Самые ж беларусские улады не приймают потребных заходов у теперешних форс-мажорных умовах Можа провалиться беларусской экономикой, початься такие тут кепские процессы, что межволи, як любить казать Лукашенко, доведеться на коленях по всему Москву И тут есть небезпека, что будет ремейк вот этой интеграции поглыбленной, что накинуть нам дорожные карты, які несут погрозу беларускому суверенитету А это значит, что напруженный беларусско-российский интеграционный сериал притягнется и в наступных сезонах Вольга Старостина, Белсад У Кастрычницким судья столицы почали разглядать справу про выбух под час салюту 3 липеня, який провел до смерти Жанчины На лаве подсудных трое человек, у Тымлику два российцы – Максимилиан С. и Константин Д. А бодва – працавники компании «Пирарос», якая вырабляя аксессуары для фейерверков Яшадин подсудны – командир роты Минской войсковой комендатуры Алексей Ка С его показания выникает, что снарады имели больший диаметр, чем потребно А российские специалисты пора или их просто обрезать Подобные снарады выкористовывали и под час святкования 9 травня Однако тогда все обойшлось без наступствов Войсковцы ж не знищили сапсаванных зарадов, бо цитата Фейерверк Каштуэня Танна Российская компания пообяцала замяництые фейерверки, які засталися на складах после 9 травня Однако на 3 липеня привезли недостатковую колькость новых зарадов На некоторых отсутничали этикетки и были следы аллею Летость 3 липеня под час святочного салюту Знагоды официнного Дня Незалежности Неправильным чином выбухнули фейерверковые вырабы Як выник, одна женщина загинула, а некальки человек потерпели Так само выбух повыбивал в окны у домах на вулице Даумана И пошкодил некальки автомобилев Шенхенские визы за 35 евро – усе ближайшее Палата представников затвердила погоднение об спрашенне визового режиму Ира адмиссии с евразвязом Напереде – ратификация Советом Республики И подпись керовника краины С европейского пуку домову мают затвердить европарламенты рада евразвязу Калименский Бруссель поспеют завершить усе процедуры Ды оповестить одно одного про агэта до конца карсавека То шенхенские визы потанеют для беларусов С 80 до 35 евро уже 1 червеня У Беларуси не звертают уваги на пандемию И протягивают проводить спортовое споборнятство Так юнацкая хоккейная сборная нашей краины Перемогла усеолетним чемпионате найвышейшей лиги Перегулявши у финальной серой зликом 4-3 менских зубров Что ж до элиты, то там переможца еще не вядомы Однако великие шансы на золото мая столичная команда Усе подрабязности змесца падеял у нашага спортовага глядальника Дмитра Сухановича Шахтер юнацтва 2-1 Менавіта такий лік был зафиксованы пасля трох матчу Финальной серии хоккейного кубка президента И пака наш галонакамандуючий выращая уводзить Украине карантин ціне Нашая клубы адзіныя у свете протягывают змагацца за гоноровый трофей А мы вам гэта паказываем Чарговый спортовый онлайн пункт на карте Беларуси Город шахтеров Солигорск При увоходе на лядовую пляцовку А кроме уже звыклой для нас милиции Так само и працовники комплексу Усім меряют температуру Пропановывают скористаться сродками дезинфекции Я надеюсь, мы победим Очень-очень-очень хочется Но, к сожалению, что-то вяло сегодня Бросать поворотом надо Надо бросать поворотом Нет бросков В большинстве мы один раз поворотом бросаем Что такое? Ну, знаете, о чём заняться ещё? Ну, лежать дома перед телевизором Сюда хоть придёшь, с людьми пообщаешься А эпидемия – это шумиха Футбольные заузятеры Солигорского шахтера Проявили инициативу самоизоляции Ды зачынили сектор активной подтрымки Однако хоккейные фаны обе двух командов Тольки гнали свои клубы наперед Хоккейсты у свою чергу Подтрымливали высокий темп в гуне И уже у першем перейде Сдолили закинуть двойчим Гости скористалися колькасной уперовагой А узятцями брамы вызначилися Максим Парфеевец и усеволод Кашкар Весь сезон что-то наигрываем Ну, удачно получилось, удачно забили Были моменты в прошлых играх забивать Но не забивали, сегодня удачно попали У перапынку хоккейсты отпочивали А работники комплексу займалися своими справами Одни очистили лёд и ставили на место брамы Инши выцирали поручни Причим не зусім зразумела Чому робили гэта без пальчаток Другий перейд оказался без галявы А кропку сустреча на 45-й хвилине Поставил у счет той же Кашкар 3-0 Сухая Виктора Юнацтва Ну, я же говорю сейчас Не вопросы Я соглашусь с коллегой Игру решила игра в неравных составах Бригады Он отработали У нас, к сожалению, никак У одрозненей от своего коллеги Александр Мокрыцкий был больше раскованы Однако по воде тренера Поставить опошнюю кропку Самое складанное справа Всегда выиграть четвертый матч Это всегда непросто Это кажется, что вроде А3-1 Нет, на самом деле Тут все нужно выходить И в конкретном матче Выигрывать и доказывать Юнацтва у финальной серии Якая протягнется до четырех Викторий у одной из командов Ведзе в лику 3-1 Атаму кожный наступный матч Можа стать опошнюю Черговый двубой Супрадстояние запланованы на завтра И мая распачаться на столичной Чижовку арене А 19.30 Дмитрий Суханович Белсат Еще больше актуальных новинов Глядите так само На нашей сторонце Белсат.эу Напереде Еще прогноз на двор Я поставил программу Размова дня А у студии працава Кирилл Смягликов Доброго вам вечера Бережите себе И своих близких Субтитры сделал DimaTorzok